Очертить пределы научного познания. Я просто на ходу всякую хуйню как бы придумываю. То есть тут такой момент есть. Ты рассказываешь вот это всё про философию, рассказываешь про Канта, про Аристотеля, про Хайдегера. В твоей жизни это всё какую роль играет, кроме того, что ты на этом зарабатываешь? Я имею в виду философию. Ну, в моей жизни какую роль играет, кроме того, что это вообще интересные всякие темы. То есть философия, она в принципе занятная. Это, в общем-то, её основное назначение. По большей части, может, ничего не делает. То есть часто можно услышать от преподавателей философии, что из неё науки появляются и так далее. Но изначально она не предназначена, чтобы из неё появлялись какие-то науки. И предсказать, что из неё там появляется, какие там науки она порождает, невозможно на будущее. То есть это как руководство какое-то к действию, не рассматриваешь, в принципе, да? Ну, по большей части нет. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что она занятная? Интересная. Это времяпрепровождение такое интересное, собственно. А в чём интерес? Ну, не знаю, просто интерес. Я не вижу, как это можно распаковать дальше. Это, по-моему, не редуцируется. У меня есть просто собственное отношение к философии, оно довольно прикладное. И вопрос связан с этим. То есть для меня философия, в принципе, она существует для того, чтобы, по крайней мере, выполнял эту в моей жизни функцию. Ответы, ну, выстраивали моё отношение к окружающему миру. Очень серьёзное. И не только к словам, которые люди говорят, но и к поступкам, и к самим людям. Я думаю, отношение к окружающему миру, оно первичное. Отношение к философским построениям. То есть философские построения потом появляются. Человеку сначала что-то нравится, а потом он уже выбирает. Значит, на основании того, что ему нравится, он выбирает уже школу мыслей, которая резонирует с тем, что ему нравится. С этим я согласен. Но я больше про интерпретацию говорю. То есть есть первичное впечатление от окружающего мира, но чтобы в нём разобраться, тебе его нужно пропустить через какой-то понятийный аппарат. И этот понятийный аппарат, в моём случае, предлагает философия. Ну да, но опять-таки философствование – это некое занятие. То есть подразумевает, что это некое действие. Это не то, что происходит с человеком. А вот интерпретация, значит, да, то есть когда интуиция становится перцепцией, так скажем, когда, значит, непосредственный опыт проходит вот это вот сито и становится чем-то осмысленным. Да, это не действие. Это пассивный процесс, он просто как бы происходит постоянно. То есть опять-таки сначала у человека есть некий интерпретативный аппарат, а потом уже человек, значит, придумывает, значит, потом додумывает всякие теории и так далее, которые этому интерпретативному аппарату соответствуют. Философия, она в этом плане особо ничего не меняет. В этом плане... Но она меняет вот это самое сито, через которое ты пропускаешь впечатления. Нет? Нет, я так не считаю. На мой взгляд, это сито, оно меняется всякими жизненными потрясениями, возможно, религиозным опытом каким-нибудь и так далее. Изначально заложенными какими-то ценностями, практиками и так далее. А философская концепция потом не может быть жизненным потрясением, да? В смысле? Как это? Философская концепция – это просто вывод теоремы из аксиомы, по сути дела. Оно не очень на что-то влияет. Философия, в принципе, это применение, это, значит, совокупность методов гуманитарного применения, математической логики, так скажем. То есть она довольно бессодержательная сама по себе. Ничего не делает и особо ничего не несет. Философия – это развлечение такое элитарное. Элитарное, потому что оно трудозатратное умственно. Просто не у всех получается. Это единственное, что делает, собственно, это развлечение элитарным. Ну, вот, собственно, и все. У нее нет никакой практической пользы. И на самом деле вот это стремление найти какую-то практическую пользу во всем – это как-то немного нездорово. Потому что, ну, там, есть, например, шоколад или там алкоголь и так далее. Или у них практической пользы, может быть, они какие-то… Алкоголь – социальная функция, очень серьезно. А, социальная функция, да. Развязывает язык. Да, да. Кто смотрел эфир с Бароновой, знает, как это хорошо работает. Я не могу сказать, что вот как бы у моей судьи, у которой я работала, была какая-то… Которая просто… …непосредственная… Подожди, пожалуйста. Вопрос не в том, что они плевут наказать, а в том, что прицепи суда, будет им потом это менять, и у них есть как бы некоторые показатели. В отдельных случаях, в отдельных философских учений, типа, ну, как у марксизма, например, есть претензия на то, чтобы, значит, иметь практическую составляющую. Но практическая их составляющая, как правило, является замаскированной теоретической составляющей. Но при этом именно вот эта практическая составляющая, её предиктивная функция и привела к тому, что вот культа марксизма, он до сих пор умами владеет. Смотря каким количеством. Это же именно благодаря… Не согласен, не согласен, потому что люди, которых сейчас принято называть марксистами, это по большей части исповедуют коммунистические взгляды, с которыми Маркс, в общем-то, изначально и спорил. То есть примитивный и утопический коммунизм. То есть это люди, которым просто очень жалко бедных людей и которые хотят всё отнять и поделить. Марксизм вообще не об этом, на самом деле. Он про так называемые объективные исторические закономерности. Суть не в том, что коммунизм – это плохо, а суть в том, что, по идее, должен случиться потом. А почему с точки зрения коммунистов необходимо быть коммунистом, пролетарию, это уже вопрос различия между созерцательным материализмом и диалектическим материализмом, то есть деятельным материализмом и так далее. Это уже… Так деятельным материализмом и дал ту историю трагедии XX века. Ту историю нам дал Ленин, который просто положил болт на… Апостол деятельного материализма? Нет, это человек, который положил болт на учение Маркса благополучное и сделал так, как ему захотелось. Ну, а за ним это сделал Мао, за ним это сделал Кастро, за ним это сделал Киммерсен. Ну, вот прекрасно. Сколько там от Маркса-то осталось? Там чего угодно могло быть вместо Маркса, на самом деле. Но при этом именно марксизм предложил тот идеал, который стало возможно использовать для того, чтобы поставить мир на уши. Я не считаю, что это неизбежно должен был быть, вместо чего угодно могло быть помимо марксизма. Так просто сложилось, что вот подвернулся именно марксизм. Поведение, которое как бы было вызвано идеями, ещё чем-нибудь в этом духе, идеями, какими-то колыханиями сознания, ещё чем-нибудь, оно всегда будет объяснимо чем-нибудь ещё. И вот я за что-нибудь ещё, прежде всего. Потому что, на мой взгляд, идеи посмотреть никак нельзя, они там вот в Платоновском раю где-то находятся, в Платоновский рай я не верю. Сознание его не видно, это какая-то волшебная какая-то аура вокруг головы человека, я считаю, её тоже не существует. А, значит, люди, они из белка сделаны, значит, белок делится, повинуясь, значит, тому, чего там в генетическом коде заложено. В принципе, мне особо как-то вот этих метафизических тонкостей знать не обязательно про сознание, про идеи и так далее. Я на эту тему читал довольно много, и что-то вот у людей какие-то там рандомные, выдуманные какие-то хери написаны. Значит, начиная от Платона и как бы заканчивая там Хим Чалмерсом, который сейчас как бы пишет на тему там сложные проблемы сознания и так далее. То есть все социальные перемены, они проходят, происходят, потому что белок делится, правильно? О, ну это не только социальные, потому что белок-то как бы из белка-то у нас все вообще животные, в принципе, да? То есть это как бы... Но животные не так интенсивно меняются, как общество. Вот, ну здрасте, какие-нибудь бактерии и так далее, они меняются просто на мою почтение. То есть там как бы была одна бактерия, как бы просто это самое... Ахалай-махалай, она как бы через несколько поколений уже другая. Я сейчас описал, как эволюция работает. Замечательно. Но человек как биологический вид эволюционирует не с той скоростью, с которой эволюционируют социальные формации. Ну это как посмотреть. Ну давай как посмотрим. Это как посмотреть. Сильно эволюционировали с царских времен до советских? Ну, это смотря какие у нас критерии. Если мы за то, что если мы имеем в виду, что как бы сильно эволюционировали, это чтобы другой вид появился, то есть как бы где скрещивание, чтобы было невозможно, тогда, конечно, вообще не эволюционировали, ничего не изменилось. А вот если попробовать найти какие-нибудь изменения, значит, вполне себе популяционно измеримые, вот измеримые изменения физиологические в той или иной популяции, то не очень много времени требуется для того, чтобы, в принципе, они произошли. То есть ты серьёзно сейчас оправдываешь социальные переменные биологическими переменами, да? Нет, я не отбрасываю в сторону такой возможности. Это вот знаешь, когда говорят про всякие расовые моменты, часто когда их опровергают, и вот Амин, кстати, в частности, так делает тоже, приводит в пример Северную и Южную Корею. То есть вот есть Северная и Южная Корея, значит, вот у Южной Кореи всё восхитительно, у Северной Кореи, у Северной Кореи. Значит, как же так? Они же все корейцы. Это как-то чё-то очень поверхностно, потому что кто сказал, что там нет каких-то фундаментальных генетических различий между Северной и Южной Кореей? То есть это давайте исследование всё-таки проведём. То есть можно нащупить огромное количество... Какой-то вульгарный сиентизм просто. Ну, здрасте, сиентизм. Сиентизмом... Не, я бы не сказал, что это сиентизм, потому что современная наука, она отрицает как бы то, что у людей есть какие-то... То, что человеческое поведение генетически детерминировано, так не принято считать. Это неприлично. Вот. То есть это вроде бы следует. Из-за современной научной парадигмы. Но как бы говорить об этом не принято. Это некрасиво. Правильно ли я тебя понимаю, что изменения в социальных формациях ты объясняешь тем, что белок делится? Я прям цитирую вопрос, который прозвучал пять минут назад. Социальные формации делятся... Делится белок, блин. Так. Это самое... Ну, во-первых, формационный подход ложен. Начнем как бы с этого. Да, то есть формация в том виде, в котором в школе преподносит формационный подход. Этого как бы в природе никогда не происходило. Ни в обществе, нигде. То есть вот когда от первобытного общинного стройка, рабовладельчество, потом к феодализму, потом к капитализму и так далее. Этого никогда не происходило. Это выдумка. Это выдумка. Особенно если взять Индию какую-нибудь, там и рабства не было никогда. То есть это нонсенс. Ну, соответственно, почему происходят изменения в социальных формациях? Они же... Изменения происходят. Каких социальных форм? Я говорю, формационный подход ложен. Хорошо. Ты говоришь, что окей, в Индии не было рабства, это тоже социальная формация, которая не имеет рабства в себе. Допустим. Допустим. Да, соответственно, в царской эпохе там было феодальный строй. Допустим. Допустим. А потом у нас вообще Советский Союз произошёл. Так. Произошёл, да. Почему все... Почему вот был у нас, значит, крепостное право, потом случился Советский Союз? Ну, стоит понимать, что, между прочим, генетическая составляющая людей, которые были у власти в Советском Союзе, разительно отличалась от генетической составляющей людей, которые были у власти в Российской империи. Но мы об этом не будем, потому что это ещё одна неприличная тема, которую нельзя обсуждать. Ну, ты снова не ответил на мой вопрос при этом. Ну, подожди, ты спросил, можно ли свести смену формаций к формациям в очень широком смысле, да, социальных, каких-то социоэкономически-политических формаций, свести к изменениям там в каких-нибудь генах, да? Ну, это ты сказал, ну, хорошо. Можно ли, ты спросил, да? Я говорю, свести, может, и нельзя. Но вот частный пример, который ты приводишь, да, вот от Российской империи к Советскому Союзу. Ну, здрасте, это же не контрпример никакой, потому как там как раз генетическая разница-то и есть. Очень хорошо. В коммунистическом Китае этой разницы не было. Между императрицей Цисинь и Мао Цзэдуном генетическая разница невелика. Я недостаточно об этом знаю, но засчитаю, как бы, я засчитываю это как контрпример, потому что я, как бы, ничего не могу на эту тему сказать. Да, нам, пожалуй, генетической разницы действительно не было. Хотя, опять-таки, может быть, это какой-то расизм с нашей стороны, типа, и мы просто как бы... Вернемся к Северной Корее, которую ты лучше понимаешь. Так. Да, ну вот между... Я просто не помню, как императора... Кто там в Корее был до этого, как его звали, да, но очевидно совершенно, что Ким Ир Сен с ним одного генетического состава. Потому что в Корее все довольно гомогенно. Ну и, как бы, в общем-то, у Кимов, у них, по сути дела, потомственная автократия, как бы, то есть, вот, как бы, такой, как бы, вот, царь Северной Кореи, который объедает всяких нищих этих самых. Окей. Но все равно принципиально другая социальная формация по сравнению с тем, что было до этого. Может быть! То есть, это особо нищая форма монархии, но я бы не сказал, что там какой-то дикий марксизм царствует. То есть, ну, по факту, типа, обычный диктатор, причем, у которого власть по наследству передается. Просто я не понимаю, как вот, овладая вот этими все-таки, этой вариативностью, пусть она тебе кажется не очень серьезной, но все-таки какая-то вариативность там есть, ты отказываешь в том, что она появляется благодаря формированию идей и тому, как они охватывают... Просто идеи никак проверить нельзя. Какие идеи там, где они, у кого в голове и так далее? Нет, то, что что-то нельзя проверить, это просто ограниченность человеческого сознания и, в принципе, ограниченность инструментов сознания. Так можно про иерархию ангелов тоже, в принципе, говорить. Мы не можем понять, сколько ангелов поместится на игольном ушке, потому что это ограниченность человеческого сознания. Я поэтому, в принципе, к научному подходу отношусь, скорее, скептически, потому что он ограничен, и любая попытка уйти в сиентизм и попытаться все объяснить научным подходом, она ущербна по определению, ровно поэтому. Наука это просто все, что работает. Я пытаюсь просто очертить пределы научного познания. Я просто на ходу всякую хуйню как бы придумываю, то есть тут такой момент есть. А зачем? Ну, типа, так интереснее. Ну, не уверен. Ну, не знаю, мне так интереснее. Я принципиально как бы делаю то, что мне интересно, а зрители просто как бы... С этого угорают? Да, да, зрители с этого угорают, им иногда это заходит. А если им не заходит, они идут и как бы засирают меня на 2 чая. Я могу их понять в этом плане. Окей. Хорошо. Ну, я просто пытался договориться до некоторого... Ну, я один раз договорился, что людей нет. Нет, ну, это слегка договориться. Любой человек, который Декарта читал, до этого может договориться, понимаешь. Тут как бы в этом никакого интеллектуального эксперимента свежего. Не наличие стоит. К нам просто один раз Дмитрий Ларин завалился на стрим. Мне вот на стриме говорили, что русских нет. Тоже очень забавно. Так чего, Ларин? Вот. Ну, и у него как бы была интересная фраза, типа, Убер-маргинал вообще допиздился, что людей нет. Это стало мемом. Примерно как про 8 книг Рома Чандрана. В общем, договориться до того, что людей нет, это очень легко. Это достаточно. Вот проблема. Достаточно интеллектуально-состоятельная концепция. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. All representatives...